Наша приемная дочка, самая младшая дочка, Минушка. К сожалению, так случилось с течением обстоятельств, что она потерялась. Есть вероятность двух мест в Кривом Роке, где это произошло. 5 июня 2017 года. Татьяна Кудрявцева сообщает журналистам, что пропала ее младшая приемная дочь. Как потерялся ребенок, женщина точно не помнит, в ответах путается. Больше, чем через полтора месяца, становится наверняка ясно. Такому поведению есть причина. И это далеко не страх за жизнь ребенка. Они действительно уничтожили труп ребенка. Можем говорить о стопроцентной вероятности того, что обнаруженные нами останки ребенка и обгоревшие тело ребенка принадлежат Менгамине. О пропаже ребенка Кудрявцевы заявляют в полицию 3 июня. Уже на следующий день заголовки СМИ пестрят шокирующей новостью. Тело девочки сожгли, а после утопили ее же приемные родители. В этом практически сразу после преступления признается правоохранителем отец. Говорит, останки ребенка положил в мусорный пакет и, привязав к нему шлакоблок, утопил в карьере в районе Мопра. В то, что образцовые Кудрявцевы смогли пойти на такое, не мог поверить никто. Родная бабушка 6-летней Амины до последнего молилась, чтобы это было неправдой. Я 99% узнала, что горе случилось, но один маленький шанс, вот маленький-маленький был, один прям вот маленький. Я не знаю, вот как щенка убили, над телом поиздевались просто. В семье Кудрявцевых помимо Амины семеро детей, трое собственных и четверо приемных. Среди них и родной брат умершей девочки Тимур. Всех неродных у пары забрали в реабилитационный центр. А самих Кудрявцевых соседи не видели уже три дня. И не дети их, не они, они вот там за забор и все, до свидания, вот здравствуйте там может быть. И только так и все. В полиции говорят, приемные родители часто путаются в показаниях. Не содействуют следствию и за два месяца сменили уже трех адвокатов. Неоднократно они меняют показания, меняют адвокатов, избирают различную тактику общения со следствием. Всячески пытаясь запутать. И вот мы там находим какое-то новое доказательство, они раз под новое доказательство подстраивают свои показания. У нас еще там есть какие-то показания, у нас установлены там очевидцы, которые видели на месте совершения их процесса сжения людей. И они как бы, они постоянно пытаются подстроить свои показания, дабы избежать уголовной ответственности. Дело расследуется по статьям над ругательством над телом и дача ложных показаний. Обоим Кудрявцевым грозит до семи лет тюрьмы. Им уже вручили подозрение в преступлении. В ближайшее время изберут и меру пресечения. Следствие будет требовать самого строгого наказания. Содержание под стражей на время досудебного расследования. Карина Гутяр, Роберт Сиваков, Виталий Кваша, Первый городской.